вторая холодная ночь прошла и понятное дело сразу с осмотром сразу с контролем но я смотрю на рода дендра он цветет поэтому думаю что в этот раз тоже бояться нечего надежда у меня такая сереж раз рода дендра и замерз то все остальное тоже не замерзнет но проверить все равно надо а все на месте никто не умер за ночь все живы и достаточно веселы что такое тут еще кто тут у нас копался или не копался надо проверку устроить не все хорошо я сама себя уговариваю и иду к сливе хотя может это и не слива я уже даже теперь не знаю что думать кто это слива или не слива ну поживем увидим вот почему одни такие большие а другие такие маленькие в чем разница такая и такая наверное дохнет маленькая я так думаю иначе она была бы уже большой да а так непонятно ну ладно будем дальше наблюдать за тобой посмотрим что ты себя изображаешь чернослив или так себе мусорное дерево а у нас сегодня в планах достроить вот эту грядку ну когда строить это сломать и построить новую поскольку мы с перепугу какого-то наверное колотили ее прошлой осенью из старых досок то что здесь валялось на участке а сегодня у нас есть возможность поменять эти доски хорошо что мы не успели до конца ее заполнить эту грядку она ужасная но тогда вариантов других не было поэтому так тогда мы решили что пусть временно постоит вот это гнилье а потом со временем мы переделаем время пришло мы будем переделывать сегодня эту грядку мы пришли к выводу что вот эту ямку сделал кот соседский похоже он туда написал но похоже так не знаю что это такое поэтому я сейчас буду использовать вот такой вот кошачью пугалку и обсыплю вот так по периметру всю грядку окна она тоже придется вокруг обсыпать это действует может опробовали кстати на крота тоже подействовал крот от нас ушел но сейчас крот не роет никаких ям я показывал уже это средство и как я боролась кротом и мы его победили он убежал испугался и кошка тоже она мне в клумбу раньше гадила вот клумбу я зимой вот таким образом обработала и все перестали они заниматься этими вещами поэтому я сейчас вот так вот обработаю всю грядку по периметру и по периметру лук тоже посыплю вот я обсыпала грядку с луком эту нашу грядку это средство она не ядовитое она просто запах такой имеет хорошо помогает я думаю просто что в огороде тоже надо будет это все использовать он не сейчас попозже когда мы там все наладим ну и мы начинаем налаживать наш огород займемся грядкой которая ждет нас уже с прошлого года прошлой осенью мы начали ее делать и вот только сегодня дошли до нее руки до время поджимает уже нет возможности откладывать это дело тем более что грядку надо сначала сломать а потом по новой построить и на все про все у нас один день ну максимум два это еще хорошо что мы все основные подготовительные работы осенью сделали вырыли яму уложили туда гнилые доски какие-то опилки какие-то жженые палки ветки листья траву в общем все что попалось под руку так что внизу под землей там прям прилично чего навалено но облицовывать было нечем поэтому облицевали чем попало теперь это гнилье пойдет в грядку под малину но только это будет осенью и еще один момент мы ничем эту грядку изнутри не изолировали не до того было а сейчас решили не тратиться особо у нас есть мешки сложим их в четыре раза и прикроем внутреннюю часть досок ими мешки из под земли я их не выбрасывала копила для каких-то непонятных мицелий на грядку наверно а пока сережа разбирал старые стены грядки я натаскала от сливы камней к подиуму ну вот это был последний штрих задняя часть подиума и если посмотреть то нижнюю часть я всю оформила уже камнями ребенкой вот так это готово на подиуме можно поставить точку осталось мебель но пока не до нее ее нужно реставрировать подушки я самым дешевым материалом обшиваю новым дома когда все будет готово мне не очень нравится материал который я использую но это был самый дешевый на тот момент когда мы покупали его облицовочный материал для мебели а так в принципе подиум все а вот еще что вот здесь я хочу поставить разум канты от травы до защитить всю траву выпалывать и здесь сделать клумбу мне не очень нравится вид этих юг но сережа не хочет объявить выдергивала будет пусть будут их пообщипываю по максимуму до оставлю рожки до ножки и здесь вот хочу посадить у меня то что гладиолусы лежат такие вот однолетние цветы которые потом надо будет выкапывать вот я хочу сюда пристроить в эту клумбу и здесь тоже будет клумба ну где-то под где ящик картонный стоит чуть-чуть сюда отступить и вот она пошла 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 где они моно где разбитые сердца мне нужно ее абордюрить наклеить ленту от слизней и тогда у меня здесь тоже можно спокойно сажать хосты и прочую прелесть куча к этому времени уйдет я надеюсь а пока я декорировала подиум и мечтала о клумбах серёжа частично разломал старую грядку и начал строительство новой пока серёжа ставит доски на грядку на эту я ему мешаю видите ли я такого не говорил но ты мне говорил иди займись чем-нибудь другим я тогда пошла полоть газон тимьяновый тимьян я прополола как смогла много тоже не могу полоть и потому как очень часто рядом с тимьяном уже что-то растет поэтому я решила не рисковать и заняться вот этим местом у клёна я сейчас выбираю траву всю в округе пока не придумала что здесь я хочу сделать в итоге но что траву надо убрать это сто процентов поэтому уберу траву потом подумаю а серёжа в это время продолжает заниматься грядкой а доски как сборная солянка они все разной ширины пришлось их подгонять чтобы более-менее выровнять высоту серёжа движется у тебя дело молодость еще на одну доску до или или ты или достаточно или еще на одну или хватит ну поднимать насколько высоко будем вот эта доска последняя да да или еще одну еще одна будет но это просто огуречная будет она они будут сами по себе высоко серёж но ладно просто мне потом лесенку надо будет чтобы ухаживать за ними они же высокие обещаешь честно говоря мне вот эта идея с сильно высокими бортами у грядки огуречной не очень понравилась принципе не обязательно огуречник подгонять под остальные грядки эта грядка все равно будет другая я рассчитываю что у нее будет пергало сверху но для удобства подвязки огурцов да и томатную часть огорода тоже по-другому сделаем серёжа пытается сделать грядки все на одном уровне чтобы они смотрелись более-менее гармонично но так все равно не получится грядки будут различаться а объединить их в одну композицию если уж нам так захочется мы можем покрасив их в один какой-то цвет светло-серый мы приготовили для этого и уже в принципе не важно будет на грядке пергало или нет они все равно будут смотреться хорошо но во всяком случае до тех пор пока они будут целы пока не развалятся но это мое мнение у серёжи свое видение посмотрим что получится возможно грядка с высокими бортами будет удобнее да не проблема все решаемо эти вороны да они там живут что-то у нас и главное смотри она не одна на еще и подружка прилетела ты видишь че они живут наших червяков ну вот идет дело потихоньку это высокая какая грядка получается я ж куда буду за огурцами то лазить здесь мне надо будет лесенку серёжа будет снимать огурцы если что если они будут еще огурцы то есть вот такая вот высокая получается грядка я бы честно говоря сделала пониже сейчас пойду обсуждать это я же тигры не да вот ты подходил вот так и была такая высота ну ладно ладно чё такая такая значит раз ты настаиваешь пусть будет такая вот это последняя до крайне и ноги есть давай не надо оставь оставь ним правда мульча нужно я подумала о том что она ниже будет потому что сантиметров 10 нужно будет мульча ну тем более как раз на почти на высоту этой доски только надо будет тоже пленкой как-то обязательно и здесь завернется на на внутри да и так ты прибьешь и дать то же не больше через край больше нет ну хорошо я думаю что будет оставила так и даю я думаю надо так вот вести вести потом так и у раз и загнуть внутрь и при степлерить а в край у нас перерыв перекус что называется салаты и сок вместо смузи приятного аппетита вот корешочек вот такой вот я сажала пиону и такой корешочек отвалился да и дал расток вот я его сейчас расковыряла корешочек вообще гнилой какой-то я его походу просто выкинула представляешь а он дал побег я сейчас его посажу сюда приткну чудеса в решете ну что дошло дело до этой проплешины сейчас я ее немножечко взрыхлю уберу мусор лишний и будем сеять траву газонную там пока ничего делать не будем поскольку ну там надо вместе с огородом сеять все пока так будет вот на этот участок до мангала до зоны мангала не знаю хватит семян у нас или нет но будем пробовать что получится то получится скоро сказка сказывается да не скоро дело делается да серёжа доска идеальных на свет спасибо что такие есть что есть тому и рады ну пара служит нам пару лет а там посмотрим да она большее мы не рассчитываем а уксусное дерево не дает нам покоя до сих пор уже казалось бы все закончили мы с ним да а нет товарищи дорогие вот он пожалте вам вы меня не ждали а я здесь ты еще поди его обрубил да он еще не полезет да я надеюсь все там надо сейчас выбрать он тебе мелкий н.д. шпати потянутся а кристиану идут на лону раскилать да ты чё вот вот у кристиана да я вижу я вижу такая дрянь ты нам не сможешь его выдернуть и решать сюда ух ты ж боже тихо 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 но кто ж такую дрянь будто посадил здесь и красивое дерево вот так вот идет идет корешок и вот они еще же победе вот это все вылезет и вот она уксусное дерево и так все в этим в этих вот в корнях и на каждом узелочке новое дерево господи это просто какой-то ужас мало то что мы намучились и до сих пор мучаемся с ним но мы у себя много корней по выбирали он как будет выбирать него виноградник растет да ну ладно сереж хороший а то все увидишь ему делать будет нечего готова данила мастер ну нормально так пусть будет ты бог с ним сереж ну что все готово но теперь надо что с ним сделать теперь надо спилить вот эти гвозди до шуруп теле вот это будет огуречник да это еще не все здесь мы должны поставить еще перголы для подвязывания огурчиков чтобы сверху можно было притянить ну тем же спамбондом например да или какой-нибудь еще тканью или оргстеклом вот это огуречник в той грядке перцы и вот на месте вот этого мусоросборника будет домик для томатов это я мечтаю пока но раз мы так решили то уж будет обязательно как владимир семёнович пел уж если я чего решил так выпью обязательно поэтому домик для томатов вот на месте этой кучи хлама будем ждать будем работать над этим процессом но сначала огуречник сейчас мы хотим закрыть боковые стенки пленкой обычной пленкой мешки от земли но они достаточно прочные но конечно не настолько прочные как хотелось бы да как вот фолия вот в этой грядке но доски старые я мы так рассчитываем года на два и у этих мешков этой пленки мы надеемся хватит да хватит не хватит посмотрим а может на дольше хватит если мы в эту пленку сделаем до серёж а когда они будут выходить из строя но тогда постепенно будем их заменять потому что сразу столько грядок сделать это надо много материалов у нас пока столько нет а потом по одной потихонечку потихонечку возможно приведем их в божеский вид возможно потому что и нам прослужит еще лет пять а там может уже огород не нужен будет посмотрим вот так это как-то будет выглядеть пленка в два два мешка здесь в два сложения еще и завернули внутрь 4 получилось в принципе да около четырех слоев так что вот будет так дальше поехали серёж ну вот этот край мы заделали пленкой теперь нужно от этого края от грести землю и сделать еще второй край точно мне кажется неплохо серёж насколько хватит настолько хватит единственное что когда мы будем если вдруг перекапывать что-то или рыхлить надо аккуратненько подальше от края край не трогать да не забывать просто что здесь пленка я думаю нормально кстати в тех грядках когда мы ковыряемся тоже осторожнее с краями тоже всегда думаем о том что там можно что-то повредить так мы тоже другая грядка не прям на перегонки не он прям побег хочет сделать ты посмотри не не получится тебя дружочек опля зачем что такого жестко мозгов нет не будет сотрясения они еще убегать да а ох а вон еще посмотри-ка а почему такие нездоровые здесь а никто их не это самое здесь что не жрет вороны ваши не достают их тут прячьтесь сейчас птички прилетят ой а вон еще мама дорогая а вон еще главное не все длинные почему-то это такой сорт что ли что это порода такой мам дорогая вон еще ты посмотри вот это мы их растребушили здесь а вон еще шеволкается мамочка миленькая моя сколько их тут здесь пошел песочек с мелкой фракции щебенки меленько-миленько и ну можно сказать крупный песок да сережа и сейчас еще я хочу здесь прикопать навоз конский конский навоз прикопаем стоит он сколько у нас месяц до высадки рассады чуть меньше месяца я думаю наверное числа 15 мая сажать нужно будет огурцы здесь будет будут огурцы все-таки у нас вот а потом уже сверху надо будет землю хорошую еще посыпать покупать какую-то я не знаю что сюда лучше купить компост какой-нибудь да посмотрим что будет ну вот мы перемешали песочек землей а теперь идет навоз навоз и у меня есть солома я к этому навозу немножко соломы подмешаю и потом сверху хорошую землю положим если что навоз не новый он уже у нас лежит с ноября месяца или с октября с октября месяца с осенью лежит просто он в ящике лежал и вода попала туда поэтому он такой слегка влажный так ну вот мы сейчас не слегка засыпем соломка перемешаем с этим делом и будет красота туда сейчас еще засыплю до соломки гуртита обрадуется будут будут у нас радостные огурцы как они выглядят радостные огурцы вот это мы все оставим и оставим это все перегнивать не перегнивать она в общем-то солома уже тоже полугнилая она попала под дождь и вся такая расквашенная конский навоз ну нет ему еще года конечно но тоже он не первой свежести скажем сверху насыпем земли и посадим огурцы я думаю они будут довольно тем более что еще до высадки их грунт но около месяца грядочка хорош получилась мне прям нравится надо красить грядки уже все грядки эти почти готовы а здесь еще пергола будет здесь еще перголу поставим из зреек как-нибудь сколотим чтобы удобно было огурцы подвязывать супер мне нравится я подготовила площадочку как смогла брала сорняки что смогла сережа сейчас сеет траву трава у нас на лани из категории дорогих она дешевая не должна быть хорошо вытаптываемая или так скажем вытаптываемая с трудом до сережа что человек вытаптываемый окей как укатал сереж хорошо ты его сейчас польем и домой поедем да не домой а в магазин нам нужно ну вот сколько мы дел важных сегодня сделали огуречник построили почти построили пергола к нему осталось газон посадили надеюсь удачно ну и много разных мелких дел тоже переделали а завтра нам обещают дождь но мы же все равно приедем на дачу дел то полно